Я сначала хотел ответить на ваши замечания и вопросы письменно, но потом увидел, что тут много интересного и решил все это, так сказать, для общего пользования вывести. Например, следующее. Начнем. Увы, люди перестали верить в самоисцеление, им легче выпить таблетку и почувствовать себя здоровым. А уж выдержать месяц на голодании, но никак. А уж чтобы урину пить, побить могут за такое предложение. Так что умных людей, ищущих, идущих путем, предложенными мною, всего 6 тысяч. И все можно сделать вывод, русских уже не спасти. На что я ответил. Да, человечество стремительно деградирует и упывает на научно-технические. Но есть природные законы, которые работают иначе. Главный из них – жизнь. Жизнь человеку дана для самосовершенства и развития личности. И вот здесь надо работать своей головой. Компьютер, он не сделает тебя добрее, отзывчивее, нежнее, понятливее и так далее. Он не научит любить, прощать, добиваться своего, верить в свои силы. То есть научно-технический прогресс, будем даже так говорить, с древнейших времен, все технические новшества не сделали человека мудрее, понятливее, чтобы он к другому человеку относился с пониманием, относился с уважением. Понимал, что он такой же человек, как и он сам. И чем он занимается? Он идет по пути развития своей личности, личностных своих качеств, духовных наработок. Все пошло лишь по тому пути, что один человек, будем говорить, так замудрил, и все построено так, как бы других нагнуть, чтобы они работали на тебя. То есть обдурить, сделать зависимыми, чтобы они на тебя пахали. И при этом, знаете, жизнь другого человека вообще не имеет никакой ценности, никакого смысла для другого. Он целиком погряз в обслуживании своих собственных, будем говорить, чувственных наслаждений. Кстати, кстати, я все продолжаю смотреть сериал «Сита и Рама». Чем мне нравятся вот эти вот сериалы? Это сериал, построенный на древнем эпосе Рамаяна, в котором как раз и разбираются вот все эти нюансы. То есть каждый человек хочет свое мнение сделать выше другого. Чувство зависти есть, эгоизма. И вот эти вот различные вещи сталкиваются в различных героях этого эпоса. И, как бы сказать, развиваются, прослеживаются. И человек смотрит, смотрит, и он, как бы сказать, свою жизнь примеряет к героям и понимает, насколько он где-то там неправ, насколько он должен там что-то сделать со своей личностью, со своим сознанием, с чертами характера, для того, чтобы стать лучше, лучше для самого себя. То есть очень-очень интересная вещь, которая рассказывает о нашем с вами обществе. То есть вот эти вот ценности, которые были, ценности нашего сознания, характера и наших устремлений, вот все это в этом эпосе прорабатывается. И столько много серий для того, чтобы, как бы сказать, вот потихонечку разжевать человеку, что же происходит с его сознанием. И в конце концов, почему происходит все это с его жизнью. То есть очень интересно. Перестали верить в самоисцеление. Но не верят и не надо. Пускай мои книги лежат и ждут своего часа для тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы действительно поработать самим над собой. Петрович, скажите, для улучшения концентрации внимания, какой продукт будет эффективным? Значит, концентрация внимания – это нечто иное, можно сказать, от питания. Для того, чтобы она была хорошим, надо заниматься этим делом, концентрировать свое внимание регулярно. Это вообще большой, очень большой труд, который требует особой самодисциплины, чтобы регулярно вы, допустим, в течение дня занимались, ну, хотя бы раза три, минуточек по тридцать вот этим. Желательно в одно и то же время. Что может сделать здесь питание? Питание может сделать следующее. Оно должно быть легким, приятным и примерно за час до ваших занятий концентрации. То есть, большой живот, вам неудобно будет сидеть, трудно будет дышать, это будет отвлекать. Слишком какая-то вкусная пища своими вкусами или сразу же после еды она будет перебивать ваше внимание, потому что еще вкус будет, еще там какая-то острота. Ну и плюс, действительно, есть продукты, обладающие слишком сильными, выраженными вкусами. Вкус – это энергетика, которые будут разбалансировать ваше, будем говорить, гармоничную систему. Тонкие тела и не давать сострадоточиться. А именно, ну это какие-то будут такие слишком жгучие продукты, которые вызывают повышенное возбуждение. То есть, все продукты, которые будут вызывать повышенное возбуждение, они не будут давать способности концентрироваться. Для концентрации должна быть спокойная, уравновешенная обстановка. И, естественно, ничего внутри такого не должно быть, что мешает этому процессу. Роза ответила, мне интересно, мне нравится идти вместе с вами. Покой и радость. В глубине души желаю новых проектов, свежих прорывов. Ну, естественно, и как результат финансового благополучия. Аминь. Вот здесь я особо подчеркну, что Роза как раз это тот человек, вернее, это для тех людей, как Роза. Я делаю этот канал. Это взрослый канал. Это канал для людей, которые мыслят сами. Которые ищут что-то такое полезное для себя. Если здесь полезное, пожалуйста. И вот Роза находит нечто полезное в общении со мной через канал. Пожалуйста. И здесь, самое интересное, я рассказываю о себе, я рассказываю о своей жизни, я рассказываю, как решаю те или иные проблемы, что я там делаю, как я мыслю. Вы понимаете, многие, это не развлекательный канал, какую-то развлекуху вам показали там, и все. И вы там хи-хи, ха-ха, как пришли с нулем знаний и это. Так и уйдете. Чтобы что-то, что-то, ну, на моем примере или на основе моих там высказываний, что-то помогало в вашей жизни. Вот это вот, это именно то, что как раз и преследует со мной для того, чтобы, будем говорить, внести свою лепту уже не через книги, не через ее видение, а через канал для народа. Так, расскажите, пожалуйста, поподробнее моча и критеры. Критеры – это ну, те же, грубо говоря, бесы. Те же существа, тонкоматериальные существа. Мы живем не только вот в мире физическом, в которых огромное количество, допустим, диких животных, там, домашних животных, начиная, грубо говоря, от того, что мы видим, и кончая тем, что мы видим только под микроскопом. Но есть еще тонкоматериальный мир, который еще больше. И вот он тоже, будем говорить, с нами взаимодействует. Здесь несколько иное, поэтому я этот вопрос пока опущу. Если вас это интересует, как-нибудь покопайтесь в моих газетах, книгах, почитайте сами. Там кое-что есть на эту тему. Петрович, подскажите, нужно и можно ли удалять родинки ребенку? 9 лет. На спине появились 3 штуки. Одна из них большая, выпуклая, очень темного цвета. Боимся задеть, волнуюсь, чем можно навредить, если их убрать. Вы знаете, я, вот как бы сказать, не хочу пугать, грибков огромное количество. И грибок, когда он уже в организме развивается, он в виде шляпки наружу выбрасывает вот такую родинку. Это может быть действительно какая-то родинка, ну, будем говорить, ну, грубо говоря, вид грибка там не злокачественной, может быть какой-то злокачественной или еще. То есть, когда начинает удалять вот эту вот родинку, не понимая, что там она проросла или не проросла во всем организме, тем самым просто вот эту грибницу активирует, что она дает большие там эти выбросы и, будем говорить, приводит там к каким-то злокачественным перерождениям или еще что-то. То есть, не мешает им и не мешает. Если, это я бы сказал свое мнение, если вы считаете, что вот где-то там вам специалисты скажут там больше, лучше, там успокоят и так далее, пожалуйста, вы берите их. Их не рекомендации, поступайте в соответствии с ними, только вот прежде всего, ну попросите каких-нибудь гарантий. Как правило, гарантий никто не дает, понимаете. Возьмут деньги, а что дальше будет, кто его знает. Я просто вспоминаю своего хорошего знакомого, у которого на ноге была вот такая родинка, она напоминала не шелковицу, это ягода такая, темного света, ну а что-то, нечто подобное. Вот я на нее глянул, она под коленом была, говорю, вот она мне не нравится. Через какое-то время, ну несколько лет, она дала о себе знать, пошли операции, пошли облучения, и в конце концов, его не стало. Вот я вам сказал свое видение, я вас не пугаю, не обнадеживаю. Это такая вещь, гарантий никто не дает, чтобы вы понимали. Если это дело не трогать, значит нормально. Да. От чего она может расти? Надо вообще-то поинтересоваться, чем живет ребенок, как он мыслит, вот что у него, страхи, не страхи, переживания, потому что что-то дало рост, провоцировало рост. Какое у него здоровье, там нормально ли он ходит в туалет, ненормально ходит в туалет, какие он любит продукты, сладкие продукты, или там другие продукты. Вот это все как-то уясним, создается какая-то определенная картина. И тогда что-то можно предпринимать, ага, допустим, этого меньше, к ребенку относиться вот так, вот еще что-то, не пугая и не, будем говорить, не страшая, можно там и с родинками прожить, и все нормально. А если, не зная толку делу их там ковырять, то хорошего будет мало. Да займитесь вы уже наконец-то благородными поступками, помощью брошенным судьбой людям. Постройте приюты для животных, что вы все носите со своими клизмами и лунными сутками. Вам не стыдно? Жизнь быстротечна, а впереди вечность. Я написал, увы, я сам брошен в эту жизнь и грибу по ней, как могу. Помощь брошенным судьбой людям. Это должно заниматься по большому счету государством. Так, постройте приюты для животных. У меня на это нету средств. Моя пенсия около 20 тысяч. Что вы носите со своими клизмами и лунными сутками? Клизма помогает в примерно 80% при ухудшении здоровья человека. Это выведено не мной, а древними. Лунные сутки. Пожалуйста, вы можете их не читать, не смотреть, сюда не заходить, даже радио не слушать. Практически сейчас в любом радио идут какие-то лунные сутки или гороскоп или еще что-то. Вам не стыдно? Нет, мне не стыдно. Жизнь быстротечна. Да, впереди вечность. Не знаю, вечность или нет, я считаю, что последует новое перерождение и новые интересные встречи тех людей, с которыми, допустим, у меня здесь завязались какие-то завязки, но они не получили продолжение. Далее Наталья пишет, хорошо, что вы есть. Это на видео ваш прогноз. Спасибо, Наталья. Тренинг хорош постоянства. Татьяна, класс. Сергей, спасибо вам за ваше видео и всего вам хорошего. Игорь Наталья Петрович.